Меня хорошо слышно? Ребята, кто-нибудь включили микрофон? Меня хорошо слышно? Все хорошо. Отлично, Аня, спасибо. Что, две минуты ждем и начинаем, да? Спасибо. Спасибо. Пока ребята присоединяются. У нас сегодня будет очень интересная такая щепетильная тема, тема фокуса и целей. Я думаю, что эта тема коснется, ну, по крайней мере, касалась каждого, когда вы слетали с целей, не доходили до целей, не делали то, что хотели. Я немножко сегодня приведу свои примеры, немножко поговорю об общей ситуации. Все, все, кто присоединяется, всех рады видеть. Все большие молодцы, что выделили время. Так, ну что, я думаю, что мы, наверное, начнем. Не будем тратить время тех людей, которые пришли вовремя. Те, кто будут присоединяться, присоединятся. Запись будет, поэтому я думаю, что надолго я вас не задержу. И хочу представиться. Меня зовут Елена Глухова, город Новосибирск, ранг-менеджер. И еще раз сегодня хочу поговорить про очень щепетильную тему, как идти к своей цели, оставаться в фокусе, при этом не меняя компанию, в которой мы работаем, как инструмент для достижения своих целей. Немножко о себе. Я в бизнесе больше двух лет. И первый год я работала и строила бизнес параллельно с основной местной работой в найм. Долгое время я работала руководителем в одной из крупных кофейных компаний. И у меня, как у всех других, были планы на эту жизнь. И по итогам работы я поняла, что что-то делаю не так, потому что финансовый карьерный потолок был достигнут, но удовлетворения как такового я не получила. И все мои цели и задачи были выполнены, но как минимум на 50%. Я искала что-то для себя такое, чтобы давало мне возможность дальше развиваться. И по удачному случаю я познакомилась с индустрией сетевого маркетинга. Девочка, которая меня познакомила с этой индустрией, именно как с бизнесом, ей огромное спасибо, потому что я сетевой. С сетевым я была знакома, но больше как с продуктовым направлением. Рассмотрев сетевой именно как бизнес, я поняла, что это именно то направление, которое я так долго искала. Здесь есть все, и я нашла. Для меня все пазлы сошлись, потому что здесь есть и карьерный рост, и личностный рост, и финансовый. Независимо ни от возраста, ни от социального положения. Развиваться в этом бизнесе могут все, но нужно только понять, зачем это нужно, да, и поставить себе цель. Взять маркетинг-план компании и наложить его как инструмент для достижения своих целей, что, в принципе, я и сделала. Поэтому год назад мной было принято решение уйти с найма, уйти полностью и развивать компанию «Бринлиф». Конечно, за год работы в найме и в сетевом я строила сетевой, и сейчас продолжаю строить команду, так как я понимала, и сейчас еще больше понимаю, да, что именно команда, команда умных потребителей по всему миру – это и есть тот финансовый остаточный доход, за которым в большинстве случаев мы идем в индустрию сетевого. Конечно, ну, нужно быть здравым человеком и понимать, что для достижения результатов нужно время. Невозможно достичь каких-то высот за короткий промежуток. И поняв это, я дала себе как минимум три года и предлагаю каждому из вас дать себе время для того, чтобы разобраться с этим бизнесом, чтобы его понять как индустрию, чтобы разобраться и понять, как строить бизнес, как работать с командами, как развиваться, как личностный рост развивать, да, и у вас все получится. И, конечно, будут падения, ребята. И хочу предупредить, что падения будут, и взлеты будут, и жизнь будет испытывать, как испытывает меня, также испытывать любого другого человека на принятое решение. Иногда очень жесткое испытание, но только от вас зависит, идете вы дальше к своей цели вместе. Сетевой – это очень серьезный бизнес. Это не просто поиграть, если вы пришлись. Всегда нужно понимать, что не компания виновата в каких-либо неудачах, которые с нами происходят. Виноваты мы сами. Мы где-то недорабатываем, где-то недопонимаем. Компания – это всего лишь очень крутой инструмент, который вы либо берете, либо не берете для развития себя и для достижения своих целей. И вот как только вы принимаете и понимаете все жизненные проверки, принимаете их с улыбкой, вы идете дальше, и, поверьте, вам откроются все двери. Потому что вы начинаете разбираться, вы правильно планируете свое время, вы правильно выставляете свои цели и правильно держите фокус на своих целях. И это очень важно. И сегодня я, наверное, поговорю о планировании, о том, что такое цель, и как все-таки держать фокус на своей цели. Я думаю, что у всех из вас, кто находится здесь и кто будет смотреть это видео, обязательно есть какая-то своя цель, зачем вы в бизнесе. Кто-то пришел покупать товар со скидкой, кто-то пришел продавать этот товар, зарабатывать маржу, кто-то пришел для признания, для достижения вершин, для получения остаточного дохода, а кто-то пришел для открытия сети розничных магазинов, а кто-то взял все направления, которые дает компания, и просто развивается и работает. Так вот, в каком направлении бы вы не развивались, 100% нужно ставить цель и достигать их. Это сейчас может быть для кого-то покажется не совсем приемлемым. Кто-то говорит, что не обязательно какие-то высокие цели ставить, все и так идет хорошо. Но смотрите, может быть, у кого-то, как и у меня, не всегда получается достигать цели, этому нужно учиться. Но ставить и достигать цели всегда нужно. И нужно понимать, что кроме того, что вы выставили цель, есть еще один очень важный элемент – это фокусировка на тех действиях, которые вы делаете для достижения своих целей. Ни для кого не секрет, каждого из нас постоянно что-то отвлекает, заставляет откладывать те нужные действия, которые нужны делать, на которых нужно фокусироваться, на которых нужно просматривать, рассматривать, какие результаты эти действия дают. Нас периодически что-то отвлекает в обыденной жизни. И мы начинаем заниматься чем-то, не приводящим в итоге к результату. Но мы понимаем, у нас есть цель, но мы почему-то к ней не двигаемся. Мы почему-то иногда, а то и всегда находим какие-то оправдания. Потом начинаем сами себя жалеть, что у других людей почему-то получается, мы все такие бедные и несчастные, у нас нет результатов, у нас нет чеков и так далее. Мы ищем себе оправдание. В итоге говорим, что, ну, наверное, сетевой – это не про меня. И кто-то вообще просто, в принципе, сливается, уходит, кто-то ищет что-то другое. Но на самом деле просто не было выставлено цель, и не было фокуса на эту цель. Потому что фокус – это способность все-таки концентрироваться и концентрировать свое внимание, все свои действия, всю свою энергию на достижение поставленной вами цели и задачи. Конечно, есть краткосрочные, есть долгосрочные цели, и на краткосрочных целях фокусироваться намного легче. Но все-таки согласитесь, что впечатляющий результат чаще всего получают при забеге на долгую дистанцию. И нужна, конечно, мотивация. Одной цели недостаточно. У каждого мотивация своя. Ну, невозможно заставить человека делать какие-то действия, если он не замотивирован. Для меня моя мотивация, мои цели и ценности обязательно должны совпадать. И они совпадают. И совпадают они с миссией компании, потому что миссия компании – это сделать каждого из нас счастливее, красивее, богаче. И у компании достаточно для этого ресурсов. Поверьте, это очень хорошо двигает меня к выполнению моих задач, как и многих других людей, которые пришли сюда в долгую. И нужно, знаете, наверное, научиться выделять главное в своей работе. Для этого определите, какие цели должны быть достигнуты в разных сферах жизни. Невозможно, достигнув одного и получить пробел в другом, выровняться и жить счастливо. Любые сферы жизни должны быть в балансе. Работа, образование, семья, финансы, путешествия, мечты, цели, желания. Это все тесно между собой связано. Должен быть обязательно баланс. Без баланса не получится. Так вот, сегодня хочу поговорить о том, что же нужно сделать, чтобы достичь своих целей, быть в балансе, быть в фокусе. Но первое, конечно же, это цель. Большая, вау, цель. Для каждого она своя. Пропишите эту цель. Определите для себя сроки. Причем, если вы хотите, как многие из нас на начальном этапе заходят в сетевой бизнес и говорят, хочу много зарабатывать, это не есть цель. То есть, это цель, но это неконкретизированная цель. У нее нет никаких критерий. Вы не понимаете, сколько много. Что такое много. Так вот, поставьте по-другому свою цель. Хочу начать зарабатывать, допустим, 100 тысяч через три месяца. Потому что конкретика помогает навести фокус на поставленную цель и использовать всю энергию, весь фокус для исполнения, для достижения своей цели. Нужно просто взять маркетинг-план, наложить как инструмент на свою цель и начать зарабатывать 100 тысяч через три месяца. Также у каждого из нас есть слабые и сильные стороны. Их нужно просто найти, определить, по-честному сама с собой сесть, определить слабые стороны, определить сильные, обдумать, как усилить сильные стороны и как обратить себе в помощники свои слабые стороны. Ну и определить тайм-менеджмент, потому что очень часто мы изо дня в день начинаем заниматься не тем делом, которое бы хотели делать. Мы начинаем заниматься прокрастинацией. Это на самом деле одно из зол, которое убивает продуктивное и полезное время, которое нам дается. Распределите день и занимайтесь планированием и контролируйте выполнение своих задач. Тех задач, которые приведут вас к результату достижения своей цели. Также подумайте, решите, кто из окружающих сможет вам помочь и какие еще из ресурсов для достижения вашей цели вы смогли бы себе привлечь. Понятно, что жить по расписанию, жить по списку скучно, но поверьте, что это очень продуктивно, этому нужно учиться. Потому что вы достигнете поставленной цели однозначно. И когда вы ее достигнете, тогда вы сможете расслабиться. Но до этого момента, пожалуйста, нужно удерживать фокус. Знаете, есть очень хорошая поговорка, разделите большого слона на кусочки и ешьте его маленькой ложкой ежедневно. Невозможно съесть большого слона сразу. Подавитесь. Не берите на себя больше ответственности, чем вы сможете сделать. Выполняйте всю работу планомерно, чтобы не перегореть. Потому что перегорая, вы опускаете руки, теряете оптимизм. А этого делать не нужно. Потому что, чтобы этого не происходило, хвалите себя, вознаграждайте себя за каждый шаг, который вы делаете к достижению своей цели. Это поддержит вашу мотивацию и 100% укрепит желание продолжать активно идти к своей цели, решать свои задачи и достигать недостижимое. Понятно, что могут быть срывы. Они будут, они могут быть. И терпение каждого человека не безгранично. И, знаете, происходят срывы, как правило, тогда, когда люди начинают очень много на себя накидывать, заниматься несколькими делами сразу, вести несколько проектов сразу, выполнять несколько целей единовременно. Тогда, конечно, происходит выгорание. Человек, знаете, ну, мы все люди, мы не роботы, да, и мы теряем мотивацию, и наступает период отчаяния, апатии, и есть желание все бросить, забыть о какой-то своей большой, великой, светлой идее, потому что что-то не получается, ну, и буду жить, как все, да. Я думаю, что все с этим сталкивались. Нужно просто четко определить свою позицию. Нужно просто свято верить в то, что вы делаете, 100% верить в компанию, 100% верить в команду, в наставников, тотальная вера в то, что вы делаете, и только тогда будет результат. Отметите сомнения, которые появляются в вашей голове, потому что то, что у вас в голове, то вы несете и транслируете. Важна та правда, те фундаментальные смыслы, в которые верите именно вы. Это основа основ для ваших действий, и только это приведет к результату всех нас, всех тех, кто сильно верит в идею и в саму компанию. Делаем маленькие шажочки в нужном направлении каждый день, сохраняем фокус на этом, да, и успех нам всем обеспечен 100%. Я сама прошла путь от выгорания, от переутомления, когда вообще не хотелось никого слышать, никого видеть, ничего делать, до того момента, когда я сконцентрировалась на своих задачах, на всех процессах, на том деле, который я делаю, на достижениях, и на тех решениях, которыми сейчас я занимаюсь. Я знаю, чего мне это стоило, я знаю, чего мне стоило выгорание, как потом сложно было выбираться из всего этого, как сложно сейчас шаг за шагом делать действия, но я знаю, для чего я это делала. И будьте уверены в себе, научитесь управлять своими эмоциями. Помните, что каждая ошибка, знаете, это не ошибка, это не спад, это не падение, это просто еще один шаг вперед к большому успеху. Очень важно находиться в окружении людей, которые вместе с вами идут к общей цели, к той цели, которая поможет каждому решить свои задачи. Ищите таких людей вокруг себя, если вы только начинаете, у вас есть наставники, которые делают этот бизнес, делают этот бизнес успешно, может быть, неуспешно. Ищите успешных людей, тех людей, которые вместе с вами пойдут строить этот бизнес. Но у вас обязательно должно быть то окружение, не токсичное, окружение, которое вместе с вами в одной цели. Но и нужно не забывать и помнить об осмысленности, потому что она помогает избежать искажения восприятия то, что с вами сегодня происходит. Это поможет вам не отвлекаться от внешних факторов и не останавливаться, двигаться вперед, постоянно напоминать себе, зачем и почему вы это делаете. У вас есть большая цель, у вас есть та точка B, куда вы идете из того пункта, где вы сейчас находитесь. И если что-то не получается, то это, скорее всего, результат непланирования, либо плохого планирования. Но приведу пример. Если вы хотите, допустим, сегодня у вас уже есть команда, вы хотите увеличить свою команду на 50%, на 100, на 30, на 20, неважно, или вы только пришли и начинаете строить свой бизнес, и что-то у вас не получается, то задайте себе вопрос, какие стратегии, какие шаги нужно внедрить, чтобы достичь этого результата. Если какие-то вещи не помогают вам строить бизнес, подумайте, нужно ли делать эти шаги, эти действия, или, может быть, нужно отказаться от них и внести что-то другое, что будет помогать вам достигать своих результатов. Вы задавайте себе вопросы каждый день, что не получается, почему не получается, что нужно доработать, у кого спросить совет, чью помощь взять для того, чтобы было легче идти и достигать. Мы все любим с вами находить оправдания. Мы нормальные человеки, мы нормальные люди, и нужно понимать, что любые оправдания сорвут однозначно любую цель, которую вы перед собой поставили. Если вы чувствуете, что появляется апатия, что вы уже на грани того, чтобы сдаться и не идти дальше, спросите у себя, это обоснованно или это просто очередная отмазка, которую вы сами себе нашли. Возьмите и позвоните своему наставнику, объясните ему, что сейчас с вами происходит, почему вы не движетесь, почему вы остановились, почему вы не хотите дальше строить, идти, развиваться и так далее. Потому что, смотрите, когда вы общаетесь со своим наставником на данные темы, ваш наставник все равно видит ваш бизнес со стороны. И он 100% однозначно скажет вам, где вы уперлись в ту стену, где вам нужно чуть-чуть повернуть направо или налево, чтобы обойти вот эту точку, в которую вы уперлись, и вы дальше пойдете и достигнете результата. Всегда обсуждайте свои действия, свою работу с вашим наставником. Держите связь 24 на 7. Это на самом деле очень важно. Даже если наставник очень занят и сегодня не может вам ответить, он в любом случае просмотрит ваше сообщение, и он в любом случае заинтересован в росте своей команды, и он однозначно с вами обязательно свяжется, и вы вместе решите эту ситуацию и будете дальше держать фокус на общей цели, которая даст вам возможность прийти и закрыть свои цели. Многие из нас боятся неудач. Многие из нас боятся сказать о том, что у него не получается. Никто не любит терпеть неудачу, тем не менее риск все равно есть в любом деле, и избежать этого риска не получится. Если вы в одиночку идете и никому не рассказываете о своих каких-то неудачах, ну, скорее всего, вы сольетесь. Нужно просто проговаривать, смотреть своим неудачам, своему страху в лицо. Это нормально, да? И преодолевать этот страх, не позволять ему управлять своей жизнью, идти только вперед. Очень многие из нас подвержены чужому мнению. Для многих очень важно, что скажут окружающие, что скажут другие люди. Если у вас очень большая цель, поверьте, чем больше, чем крупнее ваша цель, тем больше вокруг вас будет людей, которые будут сомневаться в том, что вы сможете достичь свою цель. Не нужно прислушиваться к мнению таких скептиков и не позволять себе сомневаться и отвлекать себя от работы или заставлять себя бросать все на полпути. Идите только вперед. Вы должны понимать, что чем больше, тем выше ваша цель, тем больше будет вокруг вас таких людей. И в большинстве такие люди, не делав ничего сами, начинают критиковать ваши цели, вашу работу. Они это делают просто потому, что, наверное, может быть, в большей степени есть зависть. И еще одна из причин, почему мы быстро не достигаем результатов. Смотрите, есть действия, которые вы умеете делать, но вы почему-то начинаете над ними раздумывать. И вот это промедление – это одна из таких, знаете, смертельных, наверное, причин, которые не дают возможности максимально быстро достигать своей цели. Не нужно думать. Если вы понимаете, что вы можете это делать, нужно просто брать и делать, идти только вперед. И не откладывать это на завтра, на послезавтра, на следующий раз. Потому что себе легко сказать, что ты начнешь завтра, ты справишься с возникшими препятствиями чуть позже, да, сегодня я позанимаюсь чем-то другим. Но поверьте, чем чаще мы откладываем все на потом, тем больше ком нарастает, и тем меньше мотивации остается разгребать потом весь этот ком. Всегда нужно помнить, что у нас есть большая цель у каждого. И какова ваша цель, такова и ваша жизнь потом в дальшем будущем. Потому что ваш внутренний настрой – это самый важный, это вот тот самый важный ресурс, который вам нужно брать и идти только вперед. Всегда нужно помнить, и я всегда себе об этом говорю, что компания работает, у компании все хорошо, со мной или без меня она работает. Но если я буду включена 100% в процесс и делать простые действия, то однозначно моя жизнь кардинально изменится, как и жизнь всех людей, которые сегодня пошли за мной и которые вместе со мной развиваются, которые мне поверили. И та цель, которая есть у меня, она совпадает с миссией компании, она совпадает с целью компании, с целью моей команды. И мы вместе, делая одно дело, каждый достигаем своих задач и выполнением невыполняемого на тот момент, когда мы начали это делать. У меня все. Если есть какие-то вопросы, я готова на них поотвечать. Я уложилась даже раньше, чем я планировала. Но вы знаете, на самом деле вот эта тема целеполагания, фокусирования на одной цели, к которой ты идешь, она, наверное, более глубже, более такая вот обширнее. И самое важное, что нужно, вы всегда должны понимать, зачем вы это делаете, зачем вы делаете этот бизнес, для чего вы здесь, и тогда ничего вам не помешает. Все, что вы делаете, однозначно двигает вас только вперед. Шаг за шагом. Получается, не получается, не получается, переделываем и идем дальше. Самое главное, вы должны понимать, зачем и для чего вы идете. Ребята, если есть вопросы, я готова на них поотвечать. Лен, спасибо. Если нет, то я думаю, что я раскрыла эту тему. По крайней мере, для себя я всегда понимала, зачем я это делаю, куда я иду. И у меня на самом деле большие цели, большие планы на этот бизнес вместе с компанией Greenleaf и маленькими мелкими шажочками мы идем к достижению этой цели. Как определить настоящую цель? Ирин, вот если эта цель помогает тебе ночью соскочить с дивана и идти делать действия, то это твоя настоящая цель, поверь. Здесь нужно посмотреть, что ты хочешь. У нас очень много обучения на тему целеполагания. Нужно просто понять, для чего тебе это нужно, что это за цель. Разобрать ее на составляющие, насколько она совместима с твоими ценностями. И да, если ты готова делать ради этой цели действие, поднимать себя, то это твоя истинная цель. Если нет, то, значит, там кроется что-то другое. Нужно разбираться, что. Ребята, у кого-то есть еще вопросы? Катишина. Ну, я так понимаю, вопросов нет. Если у кого-то есть вопросы, есть цели, и вы не понимаете, истинная ваша это цель или нет, ну, можно писать в личку, можно сделать отдельный вебинар по целеполаганию, по выявлению истинных целей. Я думаю, что все у всех сложится. Спасибо, ребят, спасибо. Так, Анечка, у меня, в принципе, все. Мы можем заканчивать. Если у ребят нет вопросов, я закончиваю. Вот такая кончева. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...